всем привет меня зовут наталья это мой блог netto bet блока парфюмерии сегодня я хотел с вами поговорить о парфюме который я носил на день рождения вообще это был мой специальный подарок я уже об этом упоминала и люди ждали когда я расскажу об этом наконец-то рассказываем это было очень важно для меня потому что мы с моей мамой решили что мы не будем у нас не рождение близко мы решили что мы не будем друг другу делать никаких подарков просто каждый купит то что хотел поэтому если вы видели в моем инстаграме наверное было stories где мама сидела за столом с флакончиком сиеля тумаж это было для нее общий шедевр потому что у нее был отливант она приобрела его в большом флаконе и это действительно роскошь это очень роскошно смотрится он красивый он прям воплощение востока да вот этот крышечка сетчатая там с этим камушком наверху ну так красиво просто невероятно а я для меня было очень важно приобрести свой флакон потому что мама бы точно не додумалась его мне приобрести да никто бы не додумался это была свежая идея я рассказывал что у меня есть виш-лист и если вы еще о нем не знаете я напишу вам о нем в комментариях а может быть целую тему посвящу в котором я собрала те парфюмы которые хочу ближайшее время купить и там его не было я ездила на парфюмерную выставку российских парфюмеров вы можете посмотреть это видео оно будет в рекомендациях и там мне понравился один аромат я буквально замерла на одном аромате и если получится муж делает ставочку не западе ему давайте погема кожаный с белой с белой полынью это что-то невероятное честно он тоже такой наркотический если вот кожа кому нравится очень нравится там капля гальбанума зеленого я не могу от него оторваться я не знаю что делать я прям вас туда вообще не могу и кожа деликатная там был такой странный запах из крышки он был просто знаете останавливающий меня я просто остановил замерла не могла оторваться это было это было вообще это было какое-то прозрение просветление это было что-то что наверное я искала когда-то тайна а может быть всегда я искала это очень здорово для парфманьяка понимаешь что мы такие ой да ладно столько таких было я это искала это нашла да я согласна очень часто у нас такое бывает что мы ищем что-то ищем вот она эссенция проходит там месяцы и такие что-то новенькое надо найти что-то не то куда-то еще тянет но на данный момент это моя эссенция на данный момент это практически моя парфюмерная просто не буду этого говорить громко потому что я никогда не отказываюсь от своих скажем так тех вещей которые люблю больше всего каких-то маленьких вещей я умею менять свои отношения вот в больших нет и пока мой мой парфюмерная это джанки но этот парфюм он такой знаете прям такой фаворит королевы и сегодня хотела рассказать конкретно о нем это аромат от российского парфюмера российской марки осмогенес или от марки парфюмери ольги госиной сама она меня поразила уже на выставке она отличалась знаете таким утонченным стилем и на самом деле сегодня я хотела одеть что-нибудь черное но мой муж сказал ты будешь снимать на аромат с названием бахэма ему так нравится говорить бахэма он говорит одеть что нибудь цветочное но я и одела на самом деле сама ольга выглядела знаете так стильненько у него был такой черный костюм а если не не ошибаюсь и помню как я ее помню ну знаете у меня воспоминания могут быть смутные вы сейчас видео посмотрите и скажете что вообще другой было одет на самом были что-то типа красных таких полосочек лацканов в общем все было так здорово стильный в то же время строго и немного спортивно такой приятный casual но знаете с такой дымкой загадочности потому что мне очень понравился и аромат люцифер еще и я подумала что что-то в ней есть так в ольге какая-то такая девальщинка но я приобрела богему аромат богема богемия как у него написано давайте села флаконе но у меня маленький вариант по моему 15 миллилитров если не ошибаюсь да по моему 15 здесь поэтому без коробочки честно говоря не очень была уверена в этом аромате поэтому а так как реализовать его тоже будет сложно кому-то передарите обменять если не совсем не понравится но это вот чисто к практичное отношение да то я взяла 15 миллилитров я на выставке его не пробовал я просто открыл флакон обалдела а дальше меня куда-то в другую сторону понесло и я забыла об этом то есть нанести его не наносила на себя и поэтому эта покупка была такая знаете а вдруг а вдруг не пойдет когда конечно я пришла в магазин а парфюмерии ольги гусиной подается магазине осмодеус в сокольниках я уже о нем рассказывала то там были как пробнички да то есть можно было нести я нанесла была поражена но боялась что все равно знаете там магазине мозг может вас обманывать это могут быть верхние ноты а потом все пойдет крахом и поэтому я взяла 15 миллилитров был долгое объяснение почему взяла 15 миллилитров ну блин она и право такое объяснение то мне скажешь что ты без коробки взяла есть тридцатка и с коробочкой а ты 15 взяла пока 15 но чувствую я что скоро будет 30 50 вот по-моему там до 15 30 50 15 типа travel версии вот такой вот маленький флакончик но очень эстетичный единственное что у него маркая крышка вот они один раз лежали с ключами и уже и уже и уже немножко покоцались очень интересная у нее сам по себе значок ее бренда вы можете посмотреть здесь и в большом варианте тоже вам покажем картиночкой там переплетением двух там в ромбике значит две буквы о и g это но осмо геннас она пишет осмо геннас или ольга гойсина о г тоже то есть такая игра игра букв и от него отходят такие волны а как объясняет сам создатель на черном фоне черный фон это та темнота который мы видим когда закрываем глаза то есть я так понимаю начал наши фантазии мы закрыли глаза да а дальше наше воображение начала рисовать и сначала мы видим черный лист полотно начала и лишь потом лишь потом начинается вот этот маги осмо геннас как идея это создание нового и столкновение двух материй изначально как сам аромат это столкновение опыта и фантазии самой ольги гостины то есть то что она знала ее фантазии не переплетают за что-то новое а дальше это новое соединение это уже ее аромат и человек и они создают что-то новое то есть это уже знаете это уже как бы скажем так второе создание чего-то ну кафе и отсюда и от этого значка идут именно знаете такие вот таинственные волны это как раз фантазия воображение это то маги это аура которая идет от этого аромата вот он богими названием все такое знаете графично и все такое графично и с элементами это то что я люблю с одной стороны люблю классику да то есть вот я очень люблю находить в черном там ну в основном не очень люблю такие острые детали а потом вдруг одеваю какие-то острые детали я хотела купить себе белое платье футляр в итоге купила вот это платье на день рождения то есть как ну вот как то так и это мне очень нравится то есть вот здесь геометрия и этно этого меня божественное сочетание конкретно самом аромате я когда прочитала потом состав я не читала состав я когда потом прочитал состав я поняла что там переплетаются все компоненты которые я люблю то есть вот там умудрилась соединиться все что мне нравилось когда то есть там начальных нотах это конопля марафуя петит грейн и базилик в сердце ирис нарцисс тубероза перец и полынь кстати полынь здесь прям вот и в базе это ладанник мой муж говорит там есть ладан там есть ладанник но он пахнет как ладан значит ветивер амбра сосна а нет не сосна можжевельник ошибаюсь еще я скажу и еще всевозможные смолы вот знаете что я слышу больше всего персик которого здесь нет могу объяснить но сочетание каких-то компонентов дает мне такое классическое персиковое звучание но еще очень сильно долбит полыни я от этого просто в восторге я обожаю запах полыни я мечтаю парфюме с чистым запахом полыни но этот это что-то из тоже шедевральное знаете я наношу и я пропадаю вот для меня во первых мне начинается желтая жидкость филакона я склонна верить что здесь достаточное количество ароматических масел он какая-то даже небольшая взвесь есть вот что как бы отсылает нас к тому что аромат скорее всего натуральный вот и этот цвет золотой янтарный он для меня тоже знаете воплощение богема вообще богема то что написано про этот аромат это знаете ощущение ольги гусиной от такого знаете богемного посиделки с коврами пропитанными вином с запахом полыни все нормально запахом полыни из окна с кальяном благовониями и вот запаха богема молодежи художников поэтов все они вместе сидят и не обязательно молодежи просто художников поэтов вообще мне эта тема интересна его наверное хотела бы богемой стать такой или ну как сказать не то что стать а вот ну мне вообще очень интересно общаться с творческими людьми и этот аромат меня тоже к ним отсылает здесь пахнет знаете всем здесь пахнет и красками и вином и свежей травой и цветами и табачком вишневым вот просто запах какого-то вдохновения запах запах творчества этот аромат он просто меня вдохновляет поражает я его одеваю который день подряд и он для меня еще вот что я говорил он для меня переливчатый то есть вначале я давайте при вас нанесу хотя он на мне и так уже везде но мне нравится здесь есть маленькая дозировка не до конца нажмете на половину получится чуть-чуть а прям балдею от этого вот такой полупшик я его называю вот вначале ладан полынь и немного цветов наверное нарцисс скорее потом переходит в туберозу я просто помню мне надо было начало понять потом приходит туберозу такую сладкую сочно затем начинают играть ладан и хвоя и в конце остается офигенная база у меня такая такой был парфюм и называется библиотека вавилона от фуджи и там остаток это знаете сладкий сахар с амброй и с деревом пропитанные дерева таки найти сладким вином наверное вот как раз так звучит база богема вот там на самом последнем концертной часа 5-6 спустя держится очень хорошо наверное самая мощная стадия часа три потом со 4 уже остается хвоя ладана и вот потом 5-6 это вот просто такой сладко древесный остаток на вас но он не сладкий он такой знаете алкоголь на сладко и древесный очень благородный я в восторге приношу свои свои благодарность и такому парфюмеру хотя мне говоришь то есть очень много российских парфюмеров когда я проходила тем более вас модеус там могут вам целую лекцию российских парфюмеров прочитать и что очень много всяких людей и лишь у них разный партнер пробовал все я не отказался своего выбора и зачем пришла затем и пришла специально ездила в москву за этим парфюмом хотела быстрее хотел на день рождения а ольга была в отпуске поэтому вышла не лично никакой здесь реклама нет ли вам честно говорю потому что это вы действительно этот парфюм который купил он день рождения и советую вам познакомиться в парфюмере как со всей русской парфюмерии в том числе вот и мужское мнение как всегда привет привет это мне говоришь или их им привет одни на кати лучше с руки давай не давай из крышки сначала такое слепой за тест и купит ли вам мужик такой парфюм но я тогда наверно расскажу со вчерашнего дня немножко предысторию вчера супруга была в нем и наверное я обратил более внимание уже спустя какое-то время там часа два-три наверное в чем она была и уткнувшись просто в ее волосы и почувствов близко к телу то есть здесь на таком расстоянии я бы не почувствовал близко к телу было очень крутой приятный аромат полынь полынь шикарная полынь мне тоже очень нравится вот а сегодня перед тем как снимать этот обзор просто с крышечки достал них вы понимаете что здесь есть ладана сладко у меня отношение как-то не складываются поэтому я такой что здесь есть ладно говорит ну да что-то ладаник есть это как ну как так как так поэтому вот так из крышечки интересно ну ладно это лично мое мнение а с руки вот с руки вы уже уже практически ладно не чувствуется немножко хвоя полынь чуть-чуть сладость совсем совсем чуть-чуть и очень немного напоминает восточное что-то в ароматах но опять же потому что натуральное масло наверное что-то такое вот классный аромат очень такой прям пушистый да вот знаете я когда вы думала о том на что у нас ароматы похоже вот у меня надо бывает что аромат похоже вот особенно ирисовый часто на какую-то прозрачную серую вуаль вот она настолько вот тонкие да столько а этот мне какой-то кардиган вы даже чем-то такой если он был бордового цвет у меня просто есть кардиган он такой бежевый с бахромой вот богема и скорее найти если бы он был бы красный зеленым там не знаю похожим на ковер и таким с бахромой но вот что-то в нем есть такое вот восточное действительно богема на и что ли а друзья кстати когда вы только купила мы встретились этот день с друзьями и там молодой человек очень решил послушать этот аромат они просто ну из крышки слушали и он такой напоминает какие-то благовония которые знаете дома жгут палочки и ну наверное из крышки да не верьте вообще этому впечатлению скажу на руки вообще по-другому там в абсолютно по-другому и как эта сладость добавляется и вот этот благородное сочетание хвои ладана и какой-то сладость а настолько вот гармонию привносит да вот какой-то вот баланс что-то просто фантастично на самом деле поэтому знакомьтесь с российской парфюмерии не бойтесь я знаю что многих предвзятое мнение очень предвзятое мнение что там абсолютно все только на маслах которые будут пахнуть как неприятно ну как бы у нас разные российские парфюмеры кто-то на и синтетика из какой-то работает с какой-то долей синтетики но вот конкретно ольга и аромата у меня очень порадовал поразил и мне в нем комфортно уютно и я чувствую себя особенной вот это очень важно кстати ольга писала что вообще она была дизайнером мебели и дизайнером интерьеров и только потом стала заниматься парфюмерии не было важно найти аромат индивидуальность и вот именно этот аромат это индивидуальность и знаете мне еще чем близко написала что она в детстве любила писать там книги кит писала вот я тоже тоже увлекалась писательством в детстве и писала очень много еще до вплоть до института и знать стать желанием оставаться индивидуальностью желание чего-то такого творческого богемного и выражающего себя всегда есть вот это здесь хотите получите вот так что знакомьтесь подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии помните что мир полон необычных ароматов никогда не ограничивать мало